Вот теперь смотри, какая интересная подмена существует опять-таки в социуме. Тогда мы говорим про сознание. Мы говорим про уровни развития сознания, про движение, про вот эти все моменты, связанные с сознанием, с осознанностью. Человек, налетающий снаружи, особенно который не смотрел ни видео, не читал книг, ничего. А докажите, это все бред, это тетет, тетет, тетет. Результатами, какими-то нормальными образовательными штуками, пояснениями, книгами и тому так далее. То есть есть вырванное из контекста. И поэтому, когда рассуждают о сознании, привыкли, что будет вырвано из контекста, и можно вырвать, и уже какашками бросаться. То есть вообще все, что касается ума, это вырвай из контекста и брось камень в чужой оборот. Это нормально для общества. Так вот, что касается инфодайминга, мы сделали поступенную работу. Когда ты читаешь, везде сохраняется логика, везде сохраняется абсолютно осознанно шаг, цепочка, шаг за шагом. И вот когда ты доходишь уже до того, что мы даем сейчас из глубины, да, это становится очевидным. То есть открывается тот информационный уровень. То есть, грубо говоря, замки открыты, 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 и ты проходишь и понимаешь, здесь открыта эта информация, и ты видишь, как это работает в психике, это легко работает. Это может понять любой человек. Только для этого надо выполнить вот эту работу. Это как научить человека писать. Точно так же осваивается язык парадокса. И когда ты его освоил, ты начинаешь смотреть на мир в другом восприятии, с позиции другого сознания, более широкого. И тогда понятие широкое сознание – это не сущности, которых ты надпихал в зеркала, да, как придурок. А это действительно, ты видишь, откуда это понятие возникает, что оно значит. Ты видишь всю геометрию, как она работает. У тебя много знаний внутри. И ты видишь тогда, как это в человеке работает. Да, это так же, как вот ребенок боится тени. Вот ночь наступает, и он один, и он боится тени. А ты ему просто включаешь свет и показываешь. Вот смотри, это вот, это вот, вот, это здесь, это здесь. Понятно? И страх исчезает. И страх исчезает, и все исчезает. Кстати, и страх магии у человека исчезает, когда он наши книги читает. А, действительно. Потому что становится понятно, как появилась магия. Где ее обрезали, где такие части были заменены, и где человек начал убивать сам себя. По сути дела, магия – это самоубийство. Именно все, что касается ритуальной магии, можно сразу ставить это самоубийство. Магия – это как раз-таки, вот, я еще это сказала. А если что? А если ребенку не включить свет и не рассказать, да, он будет расти в этом страхе, что он создаст из этого страха кого-то вечно, вот они сущности. Вот она магия. Вот она магия. Основанная на страхе. Да, и на ограниченности. На ограниченности. На… А по сути, на нелюбви к себе, потому что ты себя не любишь, тебя не любят, цепочка пошла. Тебе не включили свет, потому что ты сам не позволил себе включить свет. И не позволил себе увидеть свет. И ты остался во тьме. Не дал свету возможности. Да, не дал свету возможности. Ты остался во тьме и ты получил эту тьму в виде разрушения своей психики. А потом ты словил, о, так этой тьмой можно еще и управлять. И управлять других. И пошло, и поехало. То есть на этом уровне. О, я самый умный. И начинает, да? Вот она магия и пошла. Да. Скажи, и ты знаешь, это так все видно сейчас. Просто считывается, он просто считывается, скажи. И видишь, где были обрезаны все, что касается ритуалики, все, что касается… Это все обрезалось через обрезание ответственности. Да, да. Через вынос ответственности. Через вынос ответственности и через лень. Через… Невероятно. Лень развиваться, да? Это вот сел. Лень развиваться и пошло. Оно… Вот я даже чувствую, как это вот отдельный мир, который развивался. Ты знаешь, лень – это тоже естественный процесс, если ты хочешь наблюдение за жизнью. Вот мы вчера давали состояние, как ты можешь ступеньки сознания идешь. Либо ты вверх, либо ты вниз, да? Вот этот момент вверх – это создание, всегда создание. А вот этот вот момент вниз, он… Видишь, человек попадает в собственную ловушку и в ловушку социальную, в ловушку коллективного, да? Ведь позицию наблюдателя специально тренируют. Специально тренируют в буддизме, специально тренируют во многих учениях. И никто не говорит, а что стоит дальше за наблюдением. Но мы с тобой знаем, вот мы работали с людьми, которые конкретно проживают свою жизнь в наблюдении, да? Во-первых, идет разрушение сознания. И причем разрушение идет такое, как падение с горы, провальное. Ты летишь просто, и ты не знаешь, за какой уровень сознания ты заселишься. Это продолжение наблюдения. И поэтому вот эти состояния глубочайшие, медитативные, когда человек выходит с наблюдателя и наблюдает за жизнью. Например, у буддистских такие встречаются, у православных такие встречаются штуки, когда вот человек, он вроде в бытии и не в бытии, да? Идет сильнейшая деградация. И я тебе показывала примеры даже конкретных групп и уровень падения деградации, когда человек отказывается от всего мирского, а жрать-то хочется, да? И как же, я же тут ландышами кухаю, а жрать-то хочется. А хочется мяска, да? Да, я же ландышами. Поэтому вот когда вот эти вещи нестыковка или такая, упы, пошла ложь, а это все лень, лень сопровождает позицию наблюдателя. И об этом никто не говорит, это связанные вещи. Как только ты в нирвану и в наблюдателях, все, обвал селевеста, ты в лень, и ты будешь себе лгать, и ты будешь создавать артистические образы. Создавать, что это очень... Ты заметь, монахи, религии, все. Их одеяние, это не артистический образ. Вот зачем рождались погорелые театры. Вот они как рождались. Просто так они на себя женские одежды напяли, мужики? Нет. И посмотри, в монастырях там буддистских приезжает, толпа таких оранжевеньких побежала, носеньких. Одинаковых автоматик. А почему? Потому что идет разрушение сознания, не развитие. А человек говорит, я тоже приобщусь к этому. А буддизм конкретно фильтром является, чтобы вот так фильтровать. И тех, у кого уже разрушилось сознание, надо же, чтобы кто-то декорации формировал. Декорация-то тоже сознание. Но оно уже не станет сознанием человека в ближайшие миллиарды лет. Да, да. Это уже как выстроится. Для этого вспышка нужна, перезагрузка. Вот после перезагрузки, возможно, греется. Да, вспышка, она тогда, да, может, силовым потоком вот этих вот на разворот. И тебя тянуло. А иначе ты вообще еще на второй миллиардке завис. И для сознания очень это... А, это все про ценность тела. Да. Вообще про ценность себя. И про ценность своей жизни. И про ценность того, что ты имеешь. Да, самое ценное, что вообще может быть, ни за что. Просто цепляется сознание. Это именно физическое тело. Грешное. Человека. Обесценено. Самое ценное. Да. Именно самый бриллиант в топтанной грязи. Да. Он обесценен, он грешен. И это невероятно. Поэтому, когда вот это все описываешь... Знаешь, еще одну штуку такую скажу. Когда я начинала писать вот эту книгу «Управление восприятием», да, самое первое, она очень тактично, очень лояльно написана. Она настолько лояльно написана, здесь не обижен ни один гуру. Хотя здесь идет систематизация психотехник, да, разных, которые есть на рынке. И, соответственно, подведение всех под черту гипноза. Объективное восприятие – это засыпание. Все абсолютно психотехники, засыпание гипноза. И, соответственно, дальше уже научный подход к гипнозу идет. То есть, она написана, эта книга настолько лояльна, настолько культурна, чтобы никого не обидеть. Я тогда такой была, когда я ее писала. И когда мы пишем вот эти книги, да, «Инфодайм знаний», вот эта вообще золотая коллекция этих знаний, глубина. А когда пишешь сейчас, ты пишешь правду, как она есть. И ты не задумываешься, обидится кто-то или не обидится. Примет или не примет, это так есть. Если ты придурок, ты можешь обижаться. Но нечего нами манипулировать, да? Мы не играем. Мы не играем. Мы сворачиваем игру, показываем тебе, как можно развернуть ту игру, которую ты хочешь. Ты сам, да. Которую ты сам создаешь. Мы возвращаем к созданию. И именно через вспоминания. Поэтому книги, вот сколько людей пишут вчера, вот то, что писали и на курсе, и книжку. Человек читает книгу, да, многим дается тяжело. Мне вчера Людмила написала, говорила, «Вы говорили, что книга счастье простая». Говорит, да я бы пять раз один абзац перечисла. А в этом и суть, в этом ключ нашей книги я хотела тоже сказать. Наши книги можно читать бесконечно. Они открывают каждый раз новый уровень. Новый уровень. Новый пласт. Это знаешь как? Потому что они привыкли к своим собственным озарикам. Да, это знаешь как? Это, читая наши книги каждый раз, ты как плывешь сам в океане. Ты плывешь, ты плывешь, ты движешься в океане, ты просто плывешь. Это вот как именно так. Ты сам, ты именно сам плывешь, ты выплываешь, ты выплываешь. Кстати, сегодня 18 число, сегодня должны в Белоруссию подключить карту МИР. Но я так понимаю, это ночью будет. Поэтому, скорее всего, с 19 работать начнет. Но сам факт, что было обещано, что с 18 заработает карта МИР, тогда люди смогут и из России заказывать книги. Потому что пока они доступны только Америке, Европе, Азии. То есть доступны всем странам, кроме России. И заметь, это не эти страны заблокировали Россию. Это Россия заблокировала своих граждан. Я просто знаю, что наступит время, когда эти книги будут просто разыскиваться. Отыскиваться будут, да. Полиция будет. Особенно первое издание. Я просто это знаю. Они будут, я даже не знаю, как слово подобрать, как они будут, я просто это знаю. И как их, они будут искаться. Это знаешь, как сравнить, как голодный ищет еду. Вот это вот. Вот это я так чувствую. Я тоже это чувствую. Потому что в широком доступе останутся только книги, которые написаны на широкой аудитории. А это книги по чату мам, которые написали мы. То есть там, где идут осознания, уже с опытом, с переваренным и так далее. То, что человеку просто воспринимать. Это книги на широкую аудиторию. Они действительно пойдут по магазинам и так далее. Они будут распространяться по другим образом. Эти книги нет. Да. Они не раз... В них знания не размазанные, не разукрашенные, не... Вот именно так правильно сказать. Не разукрашенные в игру, да. Не размазанные. А в них четкие знания. Все названо своими именами. Эти имена по парадоксу. Человек не может понять, потому что он привык к разукрашкам и размазанностям. Вот они. Они просто концентрат, который в чистом виде. Парадокс в том, как чистая вода, а в ней ты не видишь ничего. То есть она прозрачная, и при этом она, именно чистая вода, тебя делает здоровым, жизнеспособным. Живая вода. Благодаря живая вода. Вот. Это вот так же. Вот оно. А уже разукрашенная вода. Это уже... Смотри, как в игру разукрасили. Кстати, у нас... Вот сколько мы писали, и сколько мы смотрели, и сколько беседовали с людьми потом, от религии. Как они сказали, ни одного противоречия. И при этом самое главное противоречие, ни одного по парадоксу, да, религия обрезала инкарнационный цикл, ограничила, оставила только ночь людям. Все, засыпание, и уже нету пробуждения у человека. И от этого пошла деградация. С кошелиной деградацией. И таким образом... Замкнутое пространство, зацикленность. Все, циклическая ошибка. Это как заедающая пластинка. И у тебя нету... И потом говорят, выйти из круга сансары, да? Выйти за пределы... Как это? А смотри, на самом деле, вот сегодня мы уже рассуждать про круг сансары можем легко, да? Потому что ты видишь, как устроена психика. Круг сансары, даже на рисунках буддийских, удивительно, мы в книгах знаний приводили картинки четко описанию психики. Да? Именно картинка, как она выглядит на самом деле. Но по парадоксу за психикой ничего нет. А мир мертвых находится за психикой человека. А мир мертвых – это один из мирков маленький. Просто зеркальное, симметричное отражение психики с другим течением времени. И они вместе образуют один больший тор с разными временными направлениями. За счет этого формируется время. Да? То есть это уже с другой позиции сознания, с другой, второобразной структурой формируется время. Вот. Но эта же структура тоже отражается в следующем уровне. А тот в следующем уровне, тот в следующем. И получается, человек, который вообще говорит о круге сансары, о невозможности выхода, то выйти за пределы своей психики. это легко. Это легко. Для этого надо освоить парадокс. Все. Ты изучаешь язык парадокса, ты запретила висок сам. Все. Более того, ты продолжаешь кайфовать о жизни, оставаясь в раю, в теле. И все управленческие моменты у тебя в руках. Тебе не надо терять тело для того, чтобы осознать какой-то придурок. Но это по факту так. Вот те люди, которые мечтают о нирване, о потере тела, проживите этот опыт на себе. Причем, смотри, за нирвану, что выдают гуру, которые ведут людей о нирвану. Я прочитала, я была в шоке. Вот в переписке тогда. Состояние блаженства, нет, это не о нирване, господал, а осознание завели. Вот этот переход между надсознанием и подсознанием, да, это блаженное состояние, это прекрасное состояние. Там световая часть есть. Это действительно облаженство. Если мы говорим о нирване, то это тянущее, тянущее состояние, где тебя нет, оно не выносило. Это такая боль, это не физическая. Не физическая. Это боль. Боль потери тела. она настолько, настолько тяжелая. Вот это тянущее состояние пустоты, когда осознаешь всю потерю. Потери. Вот эта потеря, потеря себя, потеря жизни, потеря всего. Это страшное состояние. Мы туда водили, людей показали, но ненадолго водили, чтобы человек прожил и понял, какой, какой жемчур он имеет, имея физическое тело. Он не стоит его на подмене, что он делает. Как он, как он выкидывает его из жизни. Как он его обесценивает. Как грешное, как ненужное, там и так далее. И точно так же обесценивает что-то другое тело. А заметь, ровно так же обесцениваются личные отношения, семейные отношения. И человек начинает ценить только тогда, когда потеряет. И там вот это вот нирвана, это для тех, кто вообще обесценивает тело и потерял. структура. Ну, это, кстати, нирвана и состояние снизу вверх, когда ты смотришь. Состояние сверху вниз ее уже не существует. Смотри, когда ты выходишь, ну, образно говоря, за пределы сансара, круга сансара, когда ты осознаешь вообще все это, ну, за пределы. Посмотри, программа ума и программа эго, да, структуры, они становятся для тебя автоматами, которые служат тебе. Да, полностью подчиняются. Подчиняются и они автоматические программы, просто автоматические. Заметили, они автоматические на этом уровне сознания, а на следующем уровне сознания они тоже есть, но они не автоматические. Они, смотри, когда ты к ним, образно говоря, вот как мы говорим, моторная лодка, и ты валишь на моторной лодке. И эти, являются, эго и ум являются твоими движками. Они работают под тебя, но как только ты разворачиваешься к ним лицом и спиной валишь, вот тут уже ты зависишь от них, потому что, да, именно они, потому что, если ты развернулся к ним лицом, значит, у тебя есть страх, как, как неуправление, все, страх, то, что, куда ты валишь, страх потеря материального мира и при этом обеззенивание тела, да. И ты в этой игре, все, ты в этой игре, эго. Интересно. Интересно, вообще интересно жить, интересно это все исследовать, интересно изучать, и мне сейчас интересны возможности, ведь когда говорят о возможностях и ресурсах психики, это разные вещи, я раньше все время считала, что возможности и ресурсов это одно и то же, да, нет, возможности это возможности, ресурсы это ресурсы, давайте разделим сразу, ресурсы, выйти в безграничность ресурса можно легко, для этого достаточно выйти в зазеркалье, как минимум, для этого достаточно там почистить зеркало, зеркало, для этого достаточно, для этого достаточно находиться в своей психике и тебе не надо никуда выходить, да, вот, это ты, вот ты вселенной, потрошишь свой внутренний мир, ресурс может быть безграничным, да? Тут без вопросов ресурс может быть безграничным, если ты умеешь им пользоваться. И каждый раз, когда человек занимается с нами на курсах по инфодаймингу, он вечером выходит в ресурсе, иди хоть полы мой, хоть что угодно, ты как будто целый день отдыхал и еще не делал, у тебя до хрена этого ресурса. А когда мы говорим про возможности психики, а вот тут начинается самое интересное, пока ты внутри психики, и неважно, над сознанием, под сознанием, твои возможности ограничены самовосстановлением психики, автоматические программы? Автоматические. Потому что ты в это время себя осознавать не можешь. Потому что для того, чтобы начать осознавать себя, тебе надо выйти либо в наблюдение за психикой, либо в создание своей психики. А это два разных состояния своей психики. Наблюдение либо сознание. Это первое расширение человека. Первое, да, именно первое. Первое реальное расширение человека. Но если это расширение человеческого сознания, потому что если мы говорим вообще о расширении, то, например, для Скоробея очень крутое расширение, та же самая платформа B1 или B2. Это вообще предел мечтаний. Освоить ее как ритуальную магию бы вторая платформа. Для Скоробея это просто, это он уже на животную А возьми собаку. Они в наблюдении. Они создателями не могут. Они не могут. Все, вот у них только наблюдение. Да, так эти опции, эти опции есть только у человека. Все остальное автоматически. Да, все остальное автоматически. Поэтому вот когда выходишь уже за пределы, да, и начинаешь либо создавать, либо наблюдать. Создавать, да. Мы даже уже либо наблюдать не говорим, потому что чуть-чуть задержался в наблюдении, улетел, ссорался. Все, про внимание пошло. Ты уже не проконтролируешь свое внимание, да. А когда ты пошел сразу в создание, ты тут же, эйфория пошла. И вот в создание тогда уже возможны развитие психических способностей. И здесь уже будут играть значения уровни сознания, потому что все создание идет через шаг. А это значит тебе еще одну ступень позволить надо как норму. А это значит почувствовать, как становится интересно. Вообще интересно. Мы тут на первую залазим, да, и кайфуем, потому что это невероятно. Вот так проявляется, да. А ты еще на одну залезь. А попробуй залезь. Ведь это надо осознать. А как осознать? Вообще что такое осознать? Ни один гуру этого не дает, блин. А мы в книжках расписываем, показываем путь вот так это. Делать так, у тебя будет озарение. Читаю, у тебя будет озарение. Почему пять раз один абзац человек перечитывает? Потому что накрывают свои озарения и свои осознания. Так это не наше, это твое. Записывай, у тебя может быть своя книга. Кстати, после Библии сколько книг было написано? Это Коран, толкование, сколько было Коран. Тоже ж люди в озарениях находились? Что не дурные были, что это все писали? Нет, конечно. При этом, когда ты пишешь свое, у тебя есть возможность наблюдать то, что к тебе приходило. Ты можешь, читая это, исправлять, работать над ошибками, поставлять знаки препятствий. То есть у тебя уже идет развитие, и у тебя не теряются знания. Когда ты не записываешь, теряется. И теряется очень быстро. И потом ты можешь углубляться по записанным. А здесь ты всегда, ты можешь вот зацепившись, дальше ты углубляться, во-первых, можешь, во-вторых, ты можешь расширять, снова записывая, и у тебя свой путь, который тебе дает работу над ошибками. Смотрите, на курсе мы давали время, да? Вот момент раскладки, как время это чувствуется, как начинается управление. И вот курс закончился вечером. Я открываю, как раз тогда привезла эту книгу. Какую я страницу тебе сказала? 25-ю почитать. Я открываю, я случайно открыла на этой странице, открываю, и вдруг туда, и я понимаю, блин, мы только давали, а мы сюда приходили. Приходили плацебо, это механизм веры, это равно механизм внушений, это равно вынос ответственности, это равно переход в нея. Я уверена. Бог уходит от себя, я засыпаю. Я уверена, что он еще раз придет. Придет, конечно. Потому что по спирали. Потому что на другом, да, на другом. Он скрывается. Шире. Смотри, ведь мы пишем книги, да, и мы до сих пор периодически, так вот о чем это было в белой, то есть белое-черное показывали. Скажи, как часто мы стали так говорить, так вот, то есть те знания-то на том уровне, когда нам белое-черное показывали, нам казалось, понятно, да, ну как бы, ну понятно, ну они учат нас, да, а потом мы это сами, и так же, как они и сказали, потом поймете, да, потом поймете. и оно, так вот, и мы уже не один раз, а потом опять, так вот это о чем. А помнишь, вчера на курсе, когда осваивался силовой ресурс, да, дракон? Да. И просто вспомнился дракон, но это уже было естественно, и поржать, да, потому что это уже осознанно, и это уже понятно, как этим делом управлять, да. А помнишь, когда мы впервые вышли, как мы глазки грыляли, там, и все не знали, как с этим работать. В книгах это описали, и человек, о, интересно, да. Кстати, вот по первым-вторым книгам, даже фильмы, фильмы охрененные можно снять, потому что они такие красочные, потому что наше надсознание и подсознание, надсознание больше наполнено и чертями, и чем хочешь, да. Там Голливуд отдыхает. Там Голливуд отдыхает. Такие фильмы, да. Да, но это под надсознательной части, и плюс черное-белое, там еще такую же экскурсию по подсознательной сделали, да. А потом, когда ты начинаешь углубляться, то в губинах Марианской впадины нету ярких рыбок-клоунов, не бегают скатики, и не это вот, не прыгают зелененькие черепашки и лягушечки, да. А там, там бездна. И вот эта бездна уже когда пошла, вот здесь уже начинаются эти, а здесь все психические возможности, именно возможности, не автоматически, а осознанно надо осознать. И мы уже просто это знаем, что они реально на них осознают. Да. И тогда осталась в жизни эта пропадка, но тогда еще наступили. Да. А вчера ты коснулась дракона, да, вот сейчас, и особенно, как вчера, вот это вот, когда вообще дракон, да, сверху, дракон спит, ну, как бы уже на своем мире созданном, да, а белое-черное уже перелопатили множество раз, и иголочек, помнишь? И такое чувство было, что вот хотят прям иголочками, ну, просыпайся уже, пошли дальше. И мы вспоминаем точно, мы точно дальше. Такое уже было, мы точно так же делали, да. Да, вообще прикол было, прикол такой был, прикол. Мы же тоже так бегали по нему. А вот смотри, как оно с цикла в цикл повторяется, но тогда мы снизу вверх смотрели, да, а сейчас мы смотрели сверху вниз, вот так смотришь, вот это создано, вот это так, оно будет работать так, так, Сверху вниз, причем осознавая и дракона, и черно-белого, и полностью это создано. Да, да. То есть это полная развлекуха, которую ты просто выпускаешь. Да, целостность, которую ты осознаешь, это твое создание. Это твое создание. Ой, вообще настолько интересно. А прикинь, сколько еще интересного. Да? Ты знаешь, когда я осознаю работу трехточечной системы, я понимаю, что мы сейчас на второй точке, и блин, самое крутое и самое интересное мы еще не съемли. Как интересно, да? Я же поняла. И тогда, и тогда ты ждешь, что вот эту вот часть, сейчас мы на ней закрепимся чуть-чуть, и мы сделаем следующий шаг, потому что именно на этой части надо как на выступе скалы закрепиться, чтобы сделать следующий шаг. и физическое тело, чтобы адаптироваться, потому что, конечно, вот эта ступень нам далась сурово по физическому телу. Я когда вспоминаю, вот эти, когда голова горит, а ты просто посолкнул. А голова отражения, когда тоже вот эта тошно. Привотные рефлексы. Кстати, в нашей книге тоже подчеркну, именно, когда читаешь с первой и пошел, они очень сильно расширяют способности мозга мыслить, думать. ты знаешь, нейронички очень сильно оживляются, оживляются нейронички. На курсе человек у нас то, что мы же не помним, кому мы консультации делали, что были, а тут напомнила Марина, да, мы называем Марина как девушка, когда осознаешь, сколько лет Марине, то есть Марине уже за 80, и Марина при этом, смотри, как она смогла болезнь остановить, тяжелую болезнь смогла остановить, ты сказала, попала в невремение, год висит, а ей уже диагноз сняли, врачи уже диагноз не подтверждали, все, консультации, одна человек начал книги читать, просто книги читать, вот она впервые пришла на курс, понимаешь, вот так, и это после 80, как восстанавливается мозг, как восстанавливается физическое тело, а тогда, когда мы заработали с ней, мы видели, и ей даже тогда сказали продолжительности жизни, а смотри, она все нахер послала, говорит, живем, и кайфуем, молодец, вообще, я так люблю таких людей, потому что возраста нет, потому что мы сами у себя устанавливаем, именно, да, именно вот поэтому я хочу папе дать ему не своей. Видишь, я свекрови дала и моя свекровь читаю, а моя свекрови 90 будет осенью. Я понимаю, что, сколько, 90? 90 будет осенью? Я хочу дать папе, я потому что понимаю, что это ему необходимо сейчас. позаботиться о своих родных и близких, пока они живут. Это очень много значит, потому что сознание очищается, оно развивается, и есть возможность восстановления, действительно. Знаешь, что есть возможность, какая-то чтение на жизнь, есть возможность восстановить нейрончики, нейронные связи, а на самом деле это продумает жизнь. Продумает, конечно. Так мы видим, сколько людей, живут дольше. Всего лишь, всего лишь, да, читая наши книги. Хотя бы. Хотя бы. Хотя бы начать, хотя бы не отбивать. Да. Ну, видишь, не все могут прочесть. Да. Ты слышала, когда человек говорит, что тяжело, очень тяжело дается, что реально выворачивает мозг. Но это выворачивает мозг, вот начинается, от коллективного бессознательного уже там мозг потряхивает. Знание уже так нормально потряхивает. Но с глубины уже, но реально, даже мне самой приходится читать медленно, некоторые предложения перечитывать два-три раза, парадоксально, отбиваются. То есть для человека, вот кто не в теме, это вообще, если он начнет с этой книги, это хуже блаватской. Да. Вот ты говоришь, хуже блаватской, а у меня... Хотя, наверное, хуже блаватской. А у меня, я же ее не читала никогда, а само сочетание слов, это хуже блаватской, это у меня как хуже блевоты, хотелось бы это извините просто. Мне показалось, что ты именно это имеешь в виду. А потом слышала блаватской. Потому что действительно начинается, если читать, такое крутое эзотерическое литерское. А то сейчас искренне. Я к тому, что... Я к тому, что... Если взять вот глубину нашу, начать просто вот вырвать и считать, ты именно набливать будешь, потому что у тебя будет головокружение, у тебя будет пота... Ты не будешь понимать вообще о чем, о чем, что, как, да? Потому что это на мозг. Потому что мозг. Мозг восстанавливается. Мозг, да. И он... Для него это равноценно взрыв. Понимаешь? Потому что оно вот... Вливание, постепенное влияние... Вливание... Только папе развлажает подчередность. Я ему даю. Потому что их нельзя менять. Почему папе, да? Потому что если ты сразу дашь ему знание почитать... Папа переродится сразу. Все баптисты, он рот. Точно. Это да. Это да. Сто процентов. И будет сидеть, Ирка, такая, стоит на попелище где-нибудь, за забором. А их храм, да? Крыша окушится. Кстати, смешки... Смех с смехом, да? А я скажу, я все-таки скажу свое мнение насчет вот таких, я не знаю, как домов, да? Вот непосредственно возле насчет. И воскресенье это зауныние, которое начинает происходить со забором. Музыка заунывная, пение заунывное. Это как загробный мир. Смотри, декорации готовятся. Декорации просто готовятся. Разрушение сознания дома не декорации. Вот это вот декорации. Вот как ветер звучит, да, как там камни. В скалах. Да, в скалах. Человек уже сразу приучает, что ты туда пойдешь, ты не нужен. Сам человек это так. Человек мне соображает, он думает, что я, я коснувшись этого, я становлюсь, ну, не знаю, там, святым, да? А при этом, а я-то вижу черноту внутри. И это так очевидно для меня. И я вижу, как человек вот эту черноту носит в себе. А сверху, типа, я светленький разукрасил себя белой краской. По типу. Это правда, я тут вижу. И я знаю, что я говорю. Я просто знаю, что говорю. И вот это вот, ну, просто люди откройте глаза. Люди начнут. Слушай, мы сейчас этим подкастом, смотри, мало того, что пошли по этим, по сектам, так еще и эзотериков. Ведь когда мы про Главатскую говорили, смотри, для любого эзотерика, это гордость. Если ты очень-очень великий мастер, то ты ведя занятия, ну, я же просто в этой теме много лет, да, с мастерами самыми именитыми работала в разных направлениях. Так вот, мастер в эзотерике очень крутой. Он просто обязан прочитать всю Главатскую. Меня тоже стоит в шкафу, могу дать почитать. Не, не хочу. Я хочу сказать, что... Я не дочитала, я плохой мастер. Настолько хорошо, что я никогда не касалась вот таких вещей, и у меня сознание осталось чистым. Вполне возможно, что читая вот такое, я могла просто уйти в каком-то из этих направлений, как в ловушку. А за счет вот этого я просто, у меня сознание осталось чистым. И появилась вот именно вот эта возможность читать знания. Вот просто входить в это пространство знаний, вспоминать. Благодаря этому пошло, да. Алиша, я проделала этот путь, по сути дела, по многим учениям. Я очень много этого прочла. Это я сейчас не читаю, да, я сейчас только свои читаю. Слово я нас двоих дала, Наташа. Это только это, потому что... Если бы я тоже это все прошла, как и ты читала, ни хрена бы не было у нас. Мы бы где-то в каком-то направлении с тобой ушли. А именно вот это чистое, и у тебя пройденный путь, а у меня я их не читала. Оно дало возможность выйти в этот поток. Потому что я прочитала 11 томов Кастанетов. Я когда на Кастанетов глядуюсь, и мне они все не бегли, хотя там были, как ни странно, вещи, которые отзываются, и которые я вижу параллели. И самое главное, что я их помню до сих пор, да. Потому что там все-таки много таких глюканутых вещей, которые просто... просто ложь. А вот... И в то же самое время есть литература, которую я не смогла прочесть. Тоже глава, что я не смогла прочесть. Потом там Рампа там какой-то был. Потом я его прочла, наверное, штуки 3 или 4 книги. Потом был Крайон. Я его одну книгу прочла, и поняла, что, ребят, мутата, да. Но при этом есть книги, которые я... Которые очень хорошо, уважительно отношусь. Это Ричард Бак, да. Вот это я читала, да. И его люблю очень, Мила Доналда Олл. Шелеседы с Богом. Правда, только первую книгу очень хорошо люблю. И третью книгу хорошо отношусь. Вторая... Ну, есть и есть. Хорошо. И радикальное прощение Колина Типпинга. Я тоже очень уважительно к ней отношусь, потому что она реально хорошая. Все остальное в виде диспензы и всех остальных, которые сейчас современные, набирают обороты. Это хорошо для завлекаловки человека, чтобы человека вообще обратить внимание, что ты есть. Да, что ты есть, что ты не придурок. Да, хотя бы, да. А вот, что ты живой. А что ты не совсем еще умер, да, в этом теле. Вот для тех пойдет и диспенза, для тех пойдет очень круто пойдет татахилинг. То есть, как бы я к нему не относилась, это объективное восприятие, это очень сильное запудривание мозгов, это очень сильное рассыпание сознания и увод от себя. И, кстати, вот если будут смотреть этот наш подкаст, люди, которые занимаются татахилингом, я даже обращу внимание на одну точку, которая является крайне вредной. Она очень важная, она крайне разрушительная в татахилинг. Татахилинг – это объективное восприятие, это коллективное восприятие, да. При всем том, что вы там говорите о попытке создать индивидуальное, но вы находитесь в коллективном, на коллективных занятиях, коллективная подстройка тел, коллективное состояние с выносом Бога и ответственности на высших сил, да. Так вот, есть точка, когда удаляется программное обеспечение, там есть формула, да, например, формула «я осознаю, признаю» и удаляю прямо здесь и сейчас. Вы вслух там проговариваете это, удаляете какую-то программу себя. Дальше что делает татахилинг? Насад ставит другую. И таким образом, господа, вы первую не удалили, и вторую поставили. И таким образом вы лжете сами себе, становитесь белой пушистой ланью, и два-три года тренировок, и вы просто забираетесь и застреваете во лжи. Тяжелеете еще. Тяжелеете, и вас рассыпает больше и больше. И если на первых порах вылетаете, потесняется ваше собственное сознание, если на первых порах вылетаете, как бабочка, светяшка, да, потому что вы начали заниматься татахилингом, то проходит два-три года, и светяшка превращается в беременного кролика, который все рожает и рожает и рожает себе подобных, и на выходе сознание рассыпается, 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 и вас, как вас, нет. И потом начинает рассыпаться жизнь. Поэтому вот эти моменты очень стремные. Не грузите в себя чужое говно. Ну вот, я по-русски. Если еще удалять, удаляйте, то чужого не грузите. И не думайте, что как это вы переживете без этой программы. У вас, знаете, еще сколько в вас программ деструктивных, которые вы не видите, не осознаете, и которые просто хотя бы смогут подняться на освобожденное место, если вам удалось удалиться в такой форме. Если удалось удаляйте. Это под большим вопросом. Но в любом случае тата-хилинг полезен, потому что он обращает внимание человека на себя и говорит, слышь, придурок, проснись, ты еще не умер, а ты уже живешь как зомби. Вернись, увидь свое тело, увидь себя. Вот это самая большая заслуга тата-хилинга, что он разворачивает и говорит, увидь себя. А уже как ты себя увидишь? Но это не про субъективное восприятие, это про объективное, это про коллективное и это про ложь самому себе. Но при этом, если брать все эзотерические практики и учения, которые существуют на сегодняшний день, я лучше всего отношусь к тата-хилингу. То есть, если сказать, из вот этих вот куч гумусов, выбери что-нибудь, куда хорошо бы было посеять розы, я выбрала вот этот тата-хилинг и туда бы воткнула не только розы. Но при этом это не инфодайнг, и рядом их ставить и даже сравнивать нельзя, потому что это разное восприятие, в принципе. То есть, тата-хилинг – это про засыпание, инфодайнг – это про просыпание. Как вы просыпаетесь, причем не пробуждаетесь, потому что, когда вы пробуждаетесь, вас кто-то будит. То есть, буддизм говорит про пробуждение, буддизм, да, про буждение. Мы пришли, тебе позвонили и пробудили тебя. Или пошел в камень. Нет, господа, это про… Ты сам просыпаешься. То, что вы сами идете своими ногами, потому что к Богу толпами не ходят. К Богу приходят эти мечты. И так, вы университет. я люблю, ты, esi, ух, и, ты. Продолжение следует...